Всем привет, друзья! Профессионалы называют такие крупногабаритные неделимые грузы тяжеловесами. Хотя не все из них бывают очень тяжелыми, однако все без исключения чрезвычайно большие. Лопасть для ветрогенератора, сельскохозяйственный комбайн или яхта, все эти грузы объединяет одном. Их нельзя просто так взять и перевезти. Нужна огромная подготовленная работа и особый подвижной состав. Абсолютно каждый случай такой транспортировки индивидуален. Подавляющее большинство грузов, которые перевозятся на грузовиках, обычно меньше по размеру, чем транспортное средство, которое их перевозит. Но иногда приходится перемещать с места на место что-то очень большое. Например, массивные лопасти ветряных турбин длиной более 60 метров. Перевозку огромных лопастей по европейским дорогам осуществила компания Piadans Schwern Transport из Вайсвампаха, Люксембург. Кажется, что все колеса многоосного транспортного модуля способны поворачиваться, что должно помочь с прохождением поворотов. Но как быть с центром тяжести, который расположен просто на огромной высоте? Тот, кто управляет этой штукой, должен быть настоящим профессионалом. У модуля есть собственная независимая система поворота колес, которой можно управлять удаленно другим работником снаружи транспортного средства. Кажется, это самая большая радиоуправляемая машина, которую только можно представить. Транспортным компаниям, специализирующимся на нестандартных грузах, часто приходится заниматься доставкой яхт. Но даже их можно удивить. Компании Pasquenelli Spam пришлось перевозить огромную 460-тонную яхту из Киоджи в Анкону в Италии. Для этого использовали специальную тележку и индивидуально изготовленные упоры. А это перевозка карьерных самосвалов в Австралии. С самосвалов сняли кузова, чтобы понизить габаритную высоту. Но вы только посмотрите, какие же они широкие. Часто колеса для карьерных самосвалов перевозят отдельно. Для этого используют особые низкорамные трейлеры, закрепляя шины в вертикальном положении. Только так они вписываются в разрешенные габариты для дорожных грузовиков. Водить грузовик с прицепом нелегко, независимо от того, что находится позади тягача. Это могут быть бревна или замороженные продукты для супермаркета. Но вам в любом случае нужно быть очень аккуратными. Ведь такой автопоезд весит в 30 раз больше, чем проезжающие мимо автомобили. Напряжение усиливается, когда нужно перевезти негабаритный груз. Например, вот этот супергруз весом 150 тонн и длиной 70 метров. За перевозку отвечала компания Buchanan Hauling & Rigging. Которой удалось успешно переместить огромную конструкцию из центральной Флориды в порт Сент-Люсим. На восточном побережье штата. При этом первый этап поездки проходил по узким двухполосным дорогам. Это означает, что каждый поворот приходилось проходить на грани съезжания тягачом с асфальтом. В качестве тягача выступил трехосный Кенвард. Груз опирался сразу на две многоколесные тележки. Которые управлялись отдельно и позволяли длиннющему грузу поворачивать. Тем не менее, команде пришлось тщательно планировать маршрут и двигаться очень медленно. Особенно по городским улочкам. Дорогу предварительно перекрыли полицейские, позволяя команде использовать все дорожное полотно, а также близлежащие обочины. Потом они отправились на автомагистраль Флориды Торнбайк выехать, куда оказалось сложной задачей. Следующие несколько километров прошли гладко. Нужно было просто держаться посередине дороги. Как только грузовик съехал с автомагистрали, он начал протискиваться через ряд перекрестков, заполненных другими автомобилями. Уверен, что водителям легковых автомобилей хотелось побыстрее продолжить свой путь. Но когда ты везешь груз, такой же большой и тяжелый как дом, торопиться нельзя. Преодолев все трудности, команде удалось довести груз до места назначения. Где вскоре должен был появиться кран, чтобы возвести металлический каркас. Не так давно жители Сан-Франциско могли наблюдать крайне сюрреалистичную картину. По центральным улицам города ехал двухэтажный дом в викторианском стиле. Здание 139 лет простояло на Франклин-стрит, а теперь было вынуждено переехать в самом прямом смысле слова на соседнюю улицу. Собственно момент этого переезда и был запечатлен на видео, которое разлетелось по всей сети. Кадры были опубликованы на ютуб канале местного издания. Как уточнять журналисты, постройка 19 века переместилась не так уж и далеко. Вниз по улицам, до пересечения с Фултон-стрит. Тем не менее, разработка всего процесса переезда от и до заняла больше двух лет. Если описать вкратце, то сначала дом пришлось поднять на домкратах и уже под него подогнать колесную платформу. Потом прицеп прикрепили к огромному тягачу и повезли на новое место. Примечательно, что на всем пути следования предварительно были спилены мешающие ветки деревьев и демонтированы некоторые дорожные знаки. Это было нужно, чтобы дом не пострадал при транспортировке. Затем, уже на новом месте, пришлось подвинуть соседний дом более чем на 4 метра. И все для того, чтобы 139-летняя викторианская постройка свободно вместилась на новом участке. Зачем вообще нужны были все эти заморочки, спросите вы. Причина очень проста. Участок земли, где стоял дом, был слишком дорогим, чтобы просто так простаивать без дела. Было решено освободить его под постройку восьмиэтажного жилого дома на 48 квартир. При этом просто так взять и снести историческое здание было нельзя. Отсюда и этот сложный проект, стоимость которого, к слову, составила больше 400 тысяч долларов. Транспортировка этого груза выполнялась всего несколько десятков раз давно и, будем надеяться, не повторится никогда. Для советской межконтинентальной ядерной ракеты, которую в НАТО называли СС-24 «Скальпель», сконструировали отдельный подвижной состав. Стартовый вес 104 тонны, не так уж и много. Но какие условия безопасности нужно было соблюдать? Ракету «Скальпель» транспортировали и устанавливали в заправленном состоянии. Транспортировщик называли нетривиально изделие 15Т284. Упакованная в тубус контейнера, ракета нуждалась в персональном микроклимате. Для этого создали изотермический кузов, а в нем рельсовый путь и перегрузочные механизмы. Поставленный на колеса царь кузов образовывал гигантский полуприцеп. Для стыковки СМАЗ-537Е требовалась более чем внушительных размеров подкатная тележка. Прицепной спецагрегат опирался на 8 модулей, каждый из 4 колес. Считаем, всего 32 колеса от лаптежника КРАЗ-255. Чтобы сдвинуть такую махину с места требовалось 10 двигателей. Это мотор базового тягача и 8 электродвигателей, установленных на каждой колесной паре подкатной тележки. Десятым был двигатель автомобиля-толкача. Сзади исполинский трейлер подталкивал другой спецтягач, стыковавшийся с ним с помощью специального дышла. Скальпель давно сняли с вооружения и, к счастью, он никогда никуда не полетит. А на этом всё. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok